Жители сразу нескольких улиц микрорайона Мальщина испытывают неудобства от ремонта водопровода. Единственный проулок, через который можно проехать на прилегающие шесть улиц, оказался засыпан землей. После проведения ремонтных работ, а часть дороги, которую оставили для проезда автомобилей, залило водой. Как местные пробираются через завалы, кто обязан вернуть прежнее состояние проезжей части, выясняла Екатерина Студенова. В день приезда съемочной группы лужа, в которой тонули автомобили, немного подсохла и уменьшилась в размерах. Место, где шли ремонтные работы, ограждено специальной лентой. Проехать к дому нормально невозможно, говорят жители ближайших шести улиц. Для них это действительно большая проблема. На свои собственные средства местные жители пытались улучшить дорожное покрытие и засыпали дорогу шлаком. Сами нанимали машины и вот шлак, шлак Новолипецкого комбината, нас здесь засыпали. За свои деньги, улицы, да, мы засыпали за свои деньги. Ну вот где-то два месяца назад представители, может быть водоканала, я не знаю какой организации. ТСК. 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 Здесь был прорыв воды. Они раскопали, течу странили, насыпали вот нам вот этот бугор и уехали. Все. И мы не можем проехать совсем. Когда в проулке образовался завал, жители проезжали к своим домам, но только со стороны леса. А в дождливые дни проезд оказался затоплен. Проблема всех улиц – это дороги, жалуются жители. Грунт проседает и образовываются просто огромные лужи, а на перпендикулярных улицах непроходимая грязь. Пока эти улицы не включены в городской план ремонта дорог. А вот проулок обещали привести в порядок сотрудники Тамбовской сетевой компании. Значит, вот это вся безобразие там получилось из-за того, что мы, значит, в весенний-зимний период у нас там была аварийная ситуация. Аварийную ситуацию мы устранили. Но распланировать на данный момент мы пока грунт не в силах. Так как обильные осадки, траншеи свежие, там мы утопим экскалатор. Вот и все. Я жителям обещаю, что когда подсохнет, все там будет запланировано, дорога будет постановлена. Проблема завала на улице Молодежной будет устранена, но только когда установится теплая и сухая погода. Поэтому жителям остается дождаться теплых дней. Екатерина Студенова, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказыва. Редактор субтитров А.Семкин